Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня у нас не очень обычный скринкаст, точнее и не скринкаст вовсе. Я уже делал скринкаст в виде очень короткой лекции об API или API. Но там я все-таки давал какие-то практические советы по установке. А сегодня у нас просто рассказ о том, что такое ICO. Чтобы рассказать про ICO, надо рассказать про биткоины, эфиры и другие криптовалюты. А для этого нужно рассказать про блокчейн. Подробно, конечно, я не смогу это сделать, поэтому попробую максимально просто и понятно. Вообще про всякие там биткоины и ICO говорят сейчас все, особенно на фоне какого-то невероятного роста биткоина в последние месяцы. 7 декабря он поднимался до 16700 долларов при цене в 900 долларов в январе. До этого с момента появления в 2012 году он несколько лет плясал в районе 200 долларов и начал расти только в 2016 году. А в 2017 году уже начал свой феерический взлет. Тогда про криптовалюту заговорили на площадях. Вообще появление денег ужасная интересная тема. Собственно, ведь функцию денег может взять на себя любой предмет, главное, чтобы его признали обе стороны сделки. В моем детстве вкладыши были гораздо дороже денег, потому что их нельзя было купить за деньги. Устойчивой валютой тогда еще была пол-литра. Обменных пунктов не существовало, да и никому бы не пришло в голову менять ее родимую на рублей. А вот приобретали услуги с ее помощью многие. Таким образом, перед нами пример жидкой криптовалюты. Хотя больше на роль криптовалюты все-таки подходят вкладыши. Именно из-за того, что их выпуск не контролировало наше государство, в отличие от пол-литра. А значит, не могло увеличить выпуск, уменьшить выпуск или вовсе запретить. Если разобраться, валютой может стать любой предмет. КЦ, крышки от ядер колы, хлеб или два компота. И весь этот хаос с валютами существовал до появления технологий блокчейн. Последовательные цепочки блоков. Что такое блокчейн? Это блокнот, в котором каждая последующая страница несет информацию о предыдущей, и ни одну страницу нельзя вырвать. Примерно так. Цепочка блоков хранит информацию обо всех транзакциях, и ее нельзя изменить, поскольку ее проверяют другие блоки. А если в какой-то блок вносят снова информацию, то другие блоки должны подтвердить эту транзакцию и зафиксировать у себя изменения. Все делается исключительно на уровне алгоритма, без центрального узла, отвечающего за все. И что это такое? Это идеальная платформа для появления валюты. Это вам не КЦ и два компота. Ничто никому не принадлежит. Никто не может привезти с собой две коробки КЦ и обвалить рынок. Никто не может ничего переписать, изменить имена в реестре, сменить карты, пароли и явки. У нас все ходы записаны. Так появился биткоин, валюта нового времени. Ничья. Без обеспечения. Золото, но зачем? Золото, если у нас все ходы записаны. Сначала включились анархисты, ставшие крипто-анархистами. Потом подтянулись футурологи. Потом случайные прохожие. И, наконец, пришел бизнес. Деньги – это кровь экономики. По-моему, так говорят. В новой экономике уже появилась кровь, ее нужно было запустить. В экономике старого мира существовало IPO – первичное размещение акций. В экономике нового мира появилось ICO – первичное размещение монет. Понятие созвучное, но различающееся по технологии, по простоте запуска и, главное, по сути. Поскольку то старое, а это новое. ICO многие сравнивают с краундфандингом. Когда какой-то стартап привлекает средства людей, поверивших в проект и обещают им взамен на эти средства какие-то плюшки. После реализации проекта. Чаще всего скидки на производимый продукт или сам продукт. ICO на старте был именно этим, но реализованным на блокчейне. Компания выходит на ICO. Существуют специальные площадки, например, Ezerio. Компания выпускает токены. Это своего рода подтвержденные обещания компании. Можно было бы их назвать акциями, но они не дают держателю доли в компании. По сути токены – это новая криптовалюта, просто при старте она использует возможности старых криптовалют. Дальше токены покупают инвесторы и начинается обычная экономическая жизнь. Пока еще хаотичная, но судя по росту курса основной криптовалют, оформляющаяся во что-то такое, чему пока не было аналогов. Поскольку от обслуживания стартапов ICO постепенно смещается в сторону полноценной экономической модели, но новой, не имеющей единого центра. И в начале этого стоит биткоин – штука, которая никому не принадлежит. И блокчейн, у которого все ходы записаны. Немного восторженно получилось, но у всех, кто углубляется в изучение технологии блокчейн, поначалу горят глаза. А я как раз не так давно с ней знаком. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, это действительно финансовая пирамида, которая рухнет. А может быть, рухнут все другие пирамиды, или еще что-нибудь рухнет. В интересное время живем. Все, любите друг друга, будьте осторожны, в интересное время живем. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok